Одной черной-черной ночью В черном-черном городе Заскрипела черная-черная дверь В черном-черном доме Да бросай ты уже эти сказочки для дошкольников Ребят, включайте свет Зря ты так Страшные истории привлекательны во все времена Более того, они просто необходимы нашей психике Есть о чем поспорить Тема нашей сегодняшней программы Страх, разберем его по косточкам Будет страшно, страшно и интересно Сегодня в программе Пугаем людей ночью в парке Оживляем статуи И учимся бороться со своими страхами Я здесь самый крутой В этом нам помогут эксперты Ольга Дроворуб Психоаналитик Знает, как метафоричен может быть мозг в своих страхах И что делать, если тревога мешает жить Сергей Молодецкий Экстремал Расскажет, чего боятся люди, которые на первый взгляд Не боятся ничего Иван Притуляк Актер и радиоведущий Может купировать свой страх здесь и сейчас С помощью дыхательных и мышечных упражнений И вас научат Аэрофобию никого не удивишь 30% взрослого населения страдают ей А как вам арахнофобия? Это боязнь пауков А аблютофобия? Панический ужас перед купанием и стиркой Или агирофобия? Иррациональный страх любых дорог и перекрестков Люди так много боятся, что в списке фобий Только на букву А больше полусотни названий страхов А вот мне хотелось бы узнать Чего боятся наши эксперты? Есть у вас какие-то маленькие слабости? Да, я больше всего боюсь Вопроса по телефону с незнакомого номера Ты где? Потому что обычно это звонит Либо заведующий труппы театра Либо человек, который должен быть на эфире И от каждого из этих людей вопрос Ты где? Это автоматически Где? Где? Где я должен быть сейчас? Я уже вот на попути к вам Это самое страшное И еще, как радиоведущего Мне ужасно сбоязно Когда я слышу на любой радиостанции Тишину в эфире Это организм подрывается Независимо от того, что происходит Надо срочно включить Включать, выключить Где? Почему тишина? Что такое? Куда? Ну как-то так Вот это вот реальность того Что можно прямо сейчас вспомнить Из страхов таких прям жестких Ольга, а у вас? Я, наверное, к 30% отношусь Потому что я боюсь летать Я тоже У меня страх высоты В принципе, у всех приматов есть В какой-то степени Да, и вот для меня самолеты Это тяжело Лечусь полетами Мне кажется, Сергей с вами не согласится Он прыгает с парашютами Занимается скалолазанием Ну, я, в отличие от Ольги, высоты не боюсь Аэрофобии у меня нету Но у меня есть другой страх То есть страх общественного выступления То есть если в самолете, в воздухе, в небе Я принимаю решение бороться со своим страхом То когда дело касается общественного Какого-то откупчета То есть все-таки боитесь? Все-таки, да Немножко я боюсь И я предпочитаю уйти В данный момент Есть еще такой редкий тип расстройства Как монументофобия Это боязнь статуй Некоторых статуй сложно не испугаться Особенно, когда они оживают Как в нашем первом эксперименте Запасаемся валерьянкой и смотрим Сегодня мы протестируем защитные механизмы людей А помогут нам в этом Станислав, актер и Татьяна Стилист, создатель живых скульптур Внезапно ожившую статую Наш мозг мгновенно идентифицирует как угрозу Режим «бей или беги» запускается автоматически Без попытки осмыслить происходящее Интересно, какой вариант Сбежать от опасности Или сражаться с ней Выберут наши испытуемые Большинство людей инстинктивно выбирают вариант бежать Но кажется, этот мужчина не привык пасовать перед опасностью Был и еще один тип реакций Когда человек на первый взгляд не пугался вовсе На самом деле это не так Просто у этих людей самоконтроль включался почти одновременно С выбросом адреналина Денислав, вы были достаточно реалистичной скульптурой Спасибо за это стилисту и создателю живых скульптур Татьяне Жаровой Спасибо вам большое Скажите, пожалуйста, ваши ощущения какие были? На самом деле ждал другой немного реакции все равно у людей Но тут как бы реакция такая более-менее спокойная А какую реакцию ждали? Я ждал, что там в панике будут убегать Очень понравилась реакция женщины, которая мимо проходила Там не показали это Она идет такая Ой, статуя Телефон достает, снимает, снимает Он что, живой? А рядом проходит мужчина Я в это время решил напугать Бу! Эти пугаются люди Она такая Так же можно и сердце лишиться И все, и пошла дальше Ну такая, реакция с Телефоной пошла Она до последнего пыталась понять Такая Можно вопрос? Можно вопрос? Да, 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 конечно А был кто-нибудь, кто реагировал смехом сразу же? То есть испугался и заржал? По-моему, все спугались Где, мне кажется, так были? Почти все А были те, кто сами превращались в статую? Ну, замирали? Нет, нет, такого не было А вот у меня вопрос к экспертам От чего зависит реакция? Бей или беги? Еще есть замри Я вот спросила, были ли такие люди На самом деле совершенно невозможно предсказать Какой человек, как среагирует в каких обстоятельствах То есть это не зависит там от пола, гормонального фона, возраста Это бессознательная реакция И один и тот же человек в одну и той же ситуации Но в разное время Может либо убежать, либо замереть, либо напасть А вот Иван говорил про смех Смех Почему вы спросили? Это такая какая-то особенная реакция? Да нет, это не то, чтобы особенная реакция Просто это один из способов снятия напряжения как раз От внезапно возникшего стресса Почему мы хлопаем, когда мы Когда садится самолет? Не потому, что мы хотим поблагодарить Это все при крышке На самом деле, потому что нам самим страшно И хотя бы так Ну, наконец Да И вот со смехом примерно то же самое Когда мы понимаем, что угрозы этой нет На самом деле То смех это такая нормальная Возможная реакция Наравне с криком Наравне с замиранием Наравне с чем-то там еще Светлана, вы принимали участие В одном из наших экспериментов Где боролись со страхом сцены Это мы покажем чуть позже А как вы реагируете на подобные ситуации С эффектом бу? Вас вообще легко напугать? Да Я такая пугливая Очень часто даже моя Валерия У дочь подбегает что-нибудь Мамочка Дочечка Все Дочечка И у мамочки голос пропадает сразу Интересно Безусловно, в реакции Бей, беги, сражайся, они разные Но в любом случае Реакция, она у нас выражается Так или иначе в теле В зажиме каком-то мышечном Мы реагируем телом Не душой, не сердцем, не мозгом А именно телом Телесными проявлениями какими-то И то, что, допустим, голос подзажимает Хрип возникает от страха Это говорит о зажиме, скорее всего О шейном О, может быть, чуть ниже находящемся И вот с этим уже гораздо проще работать Кстати, если кто-то боится высоты То попросите Сергея взять вас с собой на тренировку Поскольку столкновение со страхом Считается самым эффективным методом борьбы с ним Сергей, как вы вообще пришли к скалолазанию и парашютам? Началось это все даже не с высоты А с поездки на Алтай И с плавом по горным рекам На Рафте То есть там я получил какую-то дозу адреналина Мне это ощущение понравилось И приехав в Омск, я начал искать Чем можно заняться, чтобы получать этот адреналин Который мне так понравился Я записался в аэроклуб Пошли занятия по укладке парашютов И завертелось И даже в первый раз не было страшно? Первый раз было страшно Я бы даже сказал, первые 20 прыжков страшно Ну, конечно, страх, он постепенно исчезает Притупляется, наверное Да, притупляется А не хочется что-то сделать еще больше, чтобы дозу поддерживать? Да, да, хочется прыгнуть выше Там уже мы прыгаем с больших высот То есть какие-нибудь задания выполняем в небе И перед каждым прыжком, когда что-то новенькое нужно сделать Чувствуешь больший страх, чем если идешь по прокатанной дорожке Ольга, а действительно вот этот способ столкновения со своим страхом Это самый эффективный способ борьбы с ним? Какие есть методы? Гипноз, может быть, помогает? Что? Тысячи вариантов Когнитивно-поведенческое, да? То есть когда мы боимся, но делаем Экзистенциальное, когда мы разбираемся, что есть страх А про что это, а зачем это Психодинамический подход, да? Когда мы смотрим, ну, а чего там такого в детстве происходило Что могло бы вызывать вот это все, что происходит То есть подбирается индивидуально Человек сам подбирает индивидуально специалиста, который ему откликается А Иван у нас, насколько я знаю, владеет техниками мышечной релаксации Техниками дыхания Поделитесь с нами лайфхаками Вот, допустим, у меня аэрофобия Что мне делать перед тем, как сесть в самолет? Давай попробуем тогда Где он у тебя локализуется, не можешь вспомнить? Здесь, да, в центре груди получается Это, значит, диафрагмальный зажим, значит, нужно конкретно дыхательными техниками Давай попробуем так Попробуй набрать воздух сейчас к себе в живот Прям вот я сейчас покажу, некрасиво, ты сделаешь красиво Перекрой дыхание здесь И мышечными усилиями перекатывай это мышечное напряжение вверх То же самое делаем, только с обратной стороны Набираем в грудь воздух И перекатываем усилия мышечными вниз Как только ты чувствуешь, что у тебя возникает этот самый зажим То есть ты села, допустим, в кресло Начинай делать Прям в процессе Минуты две-три Хватает, чтобы снять первое ощущение Чем регулярнее ты это будешь делать В аналогичных ситуациях, тем больше тебе эта штука будет помогать Вот Светлана во втором нашем эксперименте поборола страх публичных выступлений Как ощущения? Ну вообще классно Было супер Я считала до десяти перед выступлением После выступления, мне кажется, тоже было страшно Но мне кажется, я победила себя Давайте посмотрим, как это было Страх сцены Одна из самых распространенных фобий по всему миру Продемонстрировать симптомы страха сцены и победу над ним нам сегодня помогут Алексей, Светлана и Максим Люди, которые пришли в стендап-клуб впервые в жизни И попытаются посмотреть своему страху в глаза и развеселить публику Нервничаю на самом деле очень сильно Трясется внутри дыхание, очищается, наверное, пульс Не уверен в материале, шутки путаются, пытаюсь что-то писать, ничего не получать, грушу уроню Симптомами страха сцены являются Сильное сердцебиение, потливость, дрожание голоса, тремор губ и конечностей Зажатость голосовых связок, подташнивание Светлана признается перед самым выходом, что готова отказаться от затеи и сбежать Я Светлана, мне 23 года Блин, хотела по-другому же сыграть шутку Тут говорили такое правило в самом начале Что если будет не смешно залу, включат песню «Зеленоглазое такси» И типа не расстраивайтесь Но если честно, я даже и не расстроюсь, потому что это моя любимая песня Ооо! Есть вопросы? Светлана нервничает, но справляется со своим страхом Может быть все дело в улыбке? Ученые утверждают, улыбка помогает снять напряжение А публика тем временем не отпускает свету Включайте уже зеленоглазое такси, я пошла. Всем спасибо! А вот Максим улыбается гораздо меньше. И это работает против него. А может быть дело в его подготовке? По мнению психологов, чем больше времени человек проведет с текстом, тем меньше в его голове останется места страху. Так, начнем с шуток. Как-то рассказали про то, что единственные насильники ходят в клетчатых рубашках. Я посмотрел на официантов и что-то я слишком заволновался. Так, ладно, теперь по моим шуткам. Предприниматель Алексей ведет себя как волк, запертый в клетке. Он интуитивно все делает правильно. Физическая активность снижает уровень страха. Добрый вечер, друзья. Я сегодня первый раз наступаю как стендап-комик. На самом деле очень сильно волнуюсь. По ощущениям, наверное, как перед первым сексом. По ощущениям. Потому что если бы он у меня был, я бы мог сказать наверняка. Светлана, ну вот вы перечислили перед экспериментом способы, которыми вы пытались пользоваться. Да, чтобы снять страх. Что в итоге помогло? Ну, единственное, наверное, что я забыла еще сказать. В этот момент в зале сидела моя сестра. И, несомненно, она меня перед началом выступления так подготовила морально, скажем так, поддержала. Ну и как видели все в эксперименте, наверное, вот как раз на том моменте, который показали сейчас, я и расслабилась. И то есть дальше уже было так. Когда вам захлопали? Да. Когда вы увидели реакцию публики? Когда уже очень громко захлопали, да. И прям там истерика была у людей. И поэтому в этот момент, наверное, отпустила. Станислав, вот вы, как человек, который буквально живет сценой, мне кажется, вам странно слышать, что кто-то патологически боится выступлений. Вот вы, когда вы на сцену выходите, какие у вас ощущения? Честно говоря, каждый раз, как первый раз. Выходя, не знаю, там какой сотый спектакль, я все равно чего-то боюсь. Не конкретно зрителя, не конкретно, что я сейчас один здесь, а там 400 человек. А что что-то случится. И вот, мне кажется, один из таких самых жестких страйб, когда реакцию, которую ты ожидаешь от зрителя, ее нет. Да, да, да. Вот это просто жесть. И что вы делаете в таких ситуациях? Паникуем! Ну ведь это нельзя показывать зрителю, как это происходит. Как контролировать свой страх. В такой момент на глазах надписи маленькие «Помогите». Что такое страх публичных выступлений? Это страх не быть принятым каким-то определенным социумом. И здесь мы волей-неволей возвращаемся куда-то, где когда мы были маленькими, психика до 7 лет уже сформирована, защитные механизмы все в действии, и что-то там с нами происходило, что не давало возможности получать удовольствие от принятия нас какими-то значимыми людьми. Сергей, вот вы говорили, что вы боитесь публичных выступлений. Как вы думаете, откуда это у вас? Ну, наверное, это идет из детства. Я занимался в музыкальной школе, и у нас были тоже публичные выступления. Я как бы в сценках играл школьных, то есть я выступал на публике. Но, возможно, в какой-то момент я где-то ошибся, и это у меня в памяти отложилось. И с тех пор у меня как фобия появилась, что боязнь выступать на публике. И причем, если бы человек, ребенок получил в этом случае поддержку еще от кого-то, кроме этой самой публики, то ситуация могла бы по-другому выглядеть. Давайте сейчас проведем небольшой эксперимент у нас в студии. Сергей, вы готовы победить свой страх в публичных выступлении прямо сейчас? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте поддержим аплодисментами. Что мне нужно сделать? Погодите. Наверное, сюда, да. На сцену. На нашу, да? На место, чтобы... Нужно сказать с полной степенью уверенности, я здесь самый крутой. Поехали. Я здесь самый крутой. Есть такое ощущение? Нет, не верю. Не очень. Сейчас давай сделаем вот чего. Сейчас мы попробуем актерскую технику с тобой. Называется ресурсное состояние. Давайте все попробуем, на самом деле. Почему бы и нет? Пожалуйста, встаньте, если не сложно. И вы тоже, кстати. Пожалуйста, закройте глаза. Я прошу вас вспомнить момент, когда вы испытывали максимальное ощущение триумфа. Что вы видели в этот момент? Что вы слышали в этот момент? Чем пахло в этот момент? И что вы чувствовали в этот момент времени? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Пожалуйста, открывайте глаза. Сереж, фраза. Я здесь самый крутой. Есть разница. Есть разница. Есть разница. Мы сейчас апеллировали к эффективному опыту. Нашему мозгу абсолютно индиферентно. Видим мы это сейчас, помним мы об этом или фантазируем. На этом была построена актерская школа Михаила Чехова, легендарная. Если не секрет, что именно ты вспоминал? Своё окрыление. Окрыление? Первый прыжок? Нет окрыления, это переход с обычного круглого купола на спортивный уже. То есть это такое значимое событие в жизни парашютиста. Ну это чувствуется, да. Я помню запах травы, то есть я там проехался по траве, поэтому... Прелесть. Воспоминания были яркие. Круто, круто. Вот смотри, это и есть ресурсное состояние. В том случае, если тебе необходимо будет где-то перед кем-то выступать, ты можешь потратить четыре минуты своего времени и начинать вот с этого настроения и состояния. И всё будет круто. В нашем третьем эксперименте мы попытались определить, что сильнее страх или необходимость спасти человека, попавшего в беду. А заодно вычислили примерные портреты людей, способных победить себя ради благой цели. Смотрим. В американских ужастиках главный герой всегда идёт в самое жуткое место, едва завидев странную тень или услышав голос. Но как ведут себя в такой ситуации настоящие люди? Для того, чтобы это узнать, нам придётся дождаться сумерек. Ребонь, помогите, пожалуйста! Ребонь, помогите, пожалуйста! Не с первого раза, но люди, готовые спасать девушку, попавшую в беду, нашлись. Попробуем поменять условия. Теперь кричать будет младенец. Разумеется, не сам. Его плач просто записан на плёнку. Интересно. На женские кричатки. Кричатки о помощи чаще реагировали мужчины. А вот спасать плачущего малыша чаще бросались женщины. Правда, ни одна из них не довела дело до конца. Страх оказался сильнее других инстинктов. На улице уже глубокая ночь. Мы решаемся повторить сценку с женскими криками о помощи. Помогите! Дай мне, помогите! Дай мне, помогите! Да рот ты, твою мать, закрой, а! Обращаю ваше внимание на то, что по одному люди так и не решились зайти в этот закоулок. Всегда дожидались какой-то компании. Почему так поступали даже физически крепкие мужчины? Эксперты в шоке, подожди! Маленечко. Они сейчас вредут в себя! Вы чего творите? Жизнь какая! Вам страшно? Ну, честно говоря, да. Да? Жутко. Ну, жуть с крылышками. Прямо такая, прям жесткая. С чем это может быть связано, понятия не имею. Я примерно представляю свое поведение в подобной ситуации. Если потенциальный риск для индивидуально моей тушки будет слишком большой, я действительно дождусь кого-нибудь, пусть даже незнакомого человека, пусть вдвоем, обязательно на телефоне, обязательно там 1-1-2, что было на связи, и желательно вот в процессе. То есть кто-то идет со мной, кто-то вызывает прям тут на месте полицию или что-то еще. Некоторые так делали. Ну, это правильно. Ну, тут просто вообще на самом деле парадокс такой, что никто не дошел до конца, не довел дело до конца. Да, дошли, дошли. С ребенком дошли. В случае с женщиной, когда кричащие, да, люди... Больше или меньше шли. Две или три компании, которые дошли, нашли нас, и более того, они проверили у нас удостоверение. Спросили кто-то женщину, которая кричала, предъявите нам ее, да. Ее нам, пожалуйста, поставьте здесь, чтобы она так же крикнула, мы поняли, что это она. Вот, то есть, да, сам факт, например, я, не знаю, я себя на место ставлю вот такое. Я даже, если котенок где-то начнет мяукать, я пойду искать котенка. Пошел бы, да? Я пошел бы один, неважно, я бы не ждал никого. Крик женский, я бы ринулся сразу. Ребенок, я бы ринулся сразу. Хоть кто-то. Нет, я знаю себя. Вы бы не ждали компанию. Да никого бы не ждал. Пока сам в эту ситуацию не попадешь, ты не поймешь. Вот это как раз тот случай, когда бей, беги или замри, это непредсказуемо. Вот я сейчас анализирую, я не знаю, что бы я делала. Вот вообще, ну, от слова совсем. Ну, вызвать полицию в этой ситуации вообще нормальный ход. Наверное, страшно даже представить ситуацию, что я бы попала вот в такую ситуацию, и кто-нибудь бы отреагировал или нет. Вот это, наверное, внутри меня, ну, как бы тоже есть такой страх. Я когда даже услышала, как ребенок плачет, я уже сама побежала, хотела спасать. Мысленно, да? Но я понимаю, да, что это как бы... А внутри на самом деле дрожь такая, потому что для меня дети — это дети. Слушайте, многие говорят, что страх искажает реальность. Ну, и как бы... Вот как здесь вы начали уже говорить про каких-то маньяков, да, хотя... Хотя ничего такого не было, да. Все это придумали сами. Откуда это берется и почему так происходит? Искажение реальности? Да. Ну, потому что психика не всегда видит разницу, еще раз говорю. То, что для психики реальность, она внутри может находиться. И поэтому объективную реальность очень сложно воспринимать под воздействием механизма. Механизм выживания. На всякий случай преувеличу, чтобы точно тушка моя выжила. А как наши эксперты посоветуют профилактировать, может быть, свои страхи? Чаще встречаться с ними лицом к лицу. То есть чем больше ты с ними встречаешься, тем организм привыкает, уже не так стрессует и становится легче с ними бороться. Человек, который, ну, находится в рамках, там, ну, строго говоря, психической нормы, да, хотя это очень размытое понятие, он не может не бояться, потому что это базовая эмоция, мы с ней рождаемся, она нужна нам для выживания. А если ее нет, то этот человек опасен сам для себя прежде всего, потому что он не выживет, если он не будет совсем бояться. Ключевой способ для начала движения в лучшую сторону, это, во-первых, честно признать, что есть такой страх в отношении себя. Потом оценить, мешает он тебе или не мешает. И если мешает, предпринимать какие-то телодвижения в сторону того, чтобы с этой штукой справиться. А способов, как уже Ольга говорила, огромное количество. И можно найти именно тот, который подходит вам. Дополню, любовь побеждает страх. Это доказали ученые. Когда человек влюбляется, его организм выделяет гормон окситоцин, который способен не только притупить, но и полностью свести на нет все фобии и страхи. А если при этом раз в неделю по 30 минут принимать нестандартно и легко о психологии, то эффект будет еще более стойким. До новых встреч! Я просто плитку уложил здесь.